Здравствуйте! Вот в Москве 20 сентября начался Амфест, фестиваль американского кино, американский фестиваль. Вот, вот я на него ходил. Открывался он вообще 20 числа фильмом «Великолепная семёрка», вот, так сказать, новая реинкарнация этого сюжета. Но, к сожалению, я на этом вот примере не был, не смог посетить по независимым от меня печальным причинам. Для меня Амфест начался 22 сентября с фильма «Ради Спока». «Ради Спока» – это имеется в виду не ради Бенджамина Спока, известного детского врача американского, а ради Спока персонажа. Персонажа известного американского телесериала 60-х годов. Сериал назывался «Стартрек. Звёздный путь». Спока – это полувулканец, получеловек. Все вулканцы, жители планеты Вулкан, они такие суровые, без эмоций, логичные такие все, расчётливые, да? А всё-таки от человека у него есть вот какие-то немножко эмоции, которые он тщательно давит, да? Так вот, в этом фильме, собственно, главная, наверное, роль жизни актёра Леонардо Нимой. Леонард Нимой его сыграл. Ну, он потом и в других фильмах появился, и в других постановках, и спектаклях. Но вот это вот его роль, вот Спок. Все знают, что он и есть Спок. Он даже прическу, как у Спока, всю свою жизнь оставшуюся носил. Он уже, значит, к сожалению, умер, скончался, ушёл из жизни. Вот, фильм этот снял его сын, который сначала был юристом, а потом по стопам отца пошёл, стал вот кинодеятелем. Вот, в частности, снял этот фильм. И знающим, людям знающим кинематограф, фильм как-то он не очень понравился. Ничего особенно нового мы, говорит, там не узнали. Вот такое вот резюме. Публика, вот, которая, знаете, заполняла зал, это фанаты Стартрека. Там называется оригинальный Стартрек. То есть тот сериал, который был в 60-е годы. Потом много-много-много было его тоже реинкарнации. А это вот в оригинальный Стартрек. Много-много продолжений. Были полнометражные фильмы, в некоторых которых, кстати, играл, значит, Леонард Нимой. Так вот, фанаты аплодировали, кричали от восторга, когда появлялся какой-нибудь любимый персонаж на экране, да, или актёровый исполнявший, который вот что-то рассказывал про Леонарда Нимой, про работу с ним. Вот. Ну, вот я лично узнал кое-что, многое. Вот, в частности, мне хочется на одном только вот заостриться. Это то, что я не заметил, на самом деле, при просмотре этого фильма, самого оригинального Стартрека. То, что, знаете, Леонард Нимой, он старался, как бы сказать-то, показать вот такое вот положение человека, в данном случае, вулканца человека, да, в кругу людей, которые к нему относятся негативно. Он всё-таки у них чужой. Человек чужой культуры, чужого миросприятия. И кровь у него зелёная, да, он совсем другой, вот, да. И это вот, ну, типа аллюзии, вот, ситуации, вот, положения иммигрантов, а он к самой семье иммигрантов, евреев, а он к самой семье евреев, да. И ещё, если переносить на нашу почву, на почву России, значит, Чесиров, членов семьи изменников Родины. Такая была, и, в общем-то, есть такая категория людей, пока они ещё не все вымерли. Вот, и нужно сказать, что вот у нас тоже, вот, братья Стругацкие, известные наши писатели, фантасты, написали книгу, она называлась «Жук-муравейники». Там персонаж, естественно, прогрессор, естественно, живёт он в светлом коммунистическом будущем в городе Свердловске, да, в книге-то ещё в советское время написано. Так вот, у него проблемы, да, вот его непонятно за что преследуют. Там, конечно, какая-то фантастическая непонятная причина есть, а так непонятно остаётся всё равно, всё произведение. Так вот, у нас, когда литературоведы пересказывают это произведение Стругацких, они обращают им о том, что это, вот знаете, это проположение евреев в Советском Союзе. Да, евреям было не весело, им часто не давали хода, да, в связи с, после вот этой истории с арабо-израильским конфликтом, в котором Советский Союз занял сторону арабов и стал противником Израиля, да. А Израиль – это государство евреев, государство-убежище. Вот, ну, на самом деле, там вот прямо у Стругацких вот напрямую, прямо вот, ну, указание такое, вот этот главный герой, жук в муравейнике тот самый, он ведь сын родителей погибших в 37-м году. Ну, что вам ещё нужно, я вас умоляю. Да, и в свете этого, кстати, непонятно, вот почему Чесиром-то как-то невесело, значит, было, потому что непонятно, почему непонятно, потому что культ личности давно разоблачили, да, культ Сталина, да, давно разоблачили, мёртвых давно реабилитировали. А Чем Чесиро-то продолжает быть как-то вот, ну, как вот евреи, да, на каком-то особым счету. Вот, ну, вот я вам попробовал рассказать свои эмоции по поводу первого фильма, увиденного мной на фестивале, 23 сентября, а потом то, 22 сентября, а потом тоже 22 сентября, но попозже вечером я посмотрел фильм замечательный, пока это лучший фильм из того, что я видел на этом фестивале, «Мама прилипала». «Мама прилипала», это очень хороший фильм, описывает он вот так взаимоотношения матери, достаточно уже немолодой женщины, и достаточно взрослой дочери, да, папа у них умер, вот, а дочка, она писательница, сценаристка, кино как-то вот снимает, ну, в общем, всё это вот такой вот уже взрослой человек, и мать хочет излить на неё свою материнскую любовь, а ершистая дочка этому противится, да, ну, мама хочет на кого-нибудь ещё излить, да, вот, семья лесбиянок, вот им она посочувствует, им она поможет свадьбу сыграть, а вот молодой человек чернокожий, он торгует смартфонами, да, она ему помогает куда-то устроиться учиться, и возит его туда-сюда на занятия, не знаю, то ли колледж, то ли какие-то вот заочные курсы, вечерние курсы, что-то в этом роде. Вот, то помогает в больнице больным, да, вот такие вот вещи. Фильм, надо сказать, не рассчитан на коммерческую окупаемость, хотя там играют очень хорошие актёры, и хорошо, и очень хорошо играют, но вот он, как сказать, он радикально, вот это вот как раз кино, как раз то кино, вот этого фестиваля, Амфеста, оно не вот эта вот, так сказать, мультяшность таких вот кассовых фильмов американских, типа там «Хранители», или кто там ещё там, «Спасители» какие-нибудь, да, а это вот обычная американская жизнь, по крайней мере, так её не представляют, по крайней мере, они хотят себе такими казаться, да, вот это очень важно, увидеть вот лицо американского народа, да, особенно сейчас, когда у нас как-то не очень хорошо к Америке, то есть они тоже люди, что у них есть нормальное кино, о нормальных жизненных проблемах, да, что не только у нас такое кино, есть у американцев тоже, ну, в общем, вот интересное кино, очень печально только, что, хотя зал-то хороший, это кинотеатр, а «Горизонт», формула кино, как эта система, как этот вот, в общем, бренд формула кино, ну, какой-то такой на экране, как два таких вот дефекта какие-то, смотришь всё время, и вот это вот, честно говоря, не очень здорово для фестивального показа, всё-таки такой некачественный экран иметь, это я, так сказать, критику пустил, хотя спасибо, хоть на таком показали, что вы что, а то скажут, ну, и не будем больше показывать, нет, показывайте. 23-го числа посмотрел два фильма. Первый фильм назывался «Семейка Холлорсов». Вот такой вот фильм. Это члены этого семейства, Холлорсов, собрались вместе. Два, значит, сына уже взрослые, отец-мать. У матери, значит, проблема нашлась, опухоль, значит, головного мозга, её, значит, срочно нужно удалять до конца недели. И вот эти все сыновья собрались, мы знакомимся со всеми проблемами семейства, у одного сына, значит, проблемы, две дочери, разведённые с ним, жена и новый муж жены, вот эти вот отношения, у другого, вот его будущая жена, да, уже беременная, кстати говоря, вот, невеста, скажем так, и подружка прошлая, да, какая-то, которая уже замужем, уже родила, что там только нет, а у папы, значит, проблема, скоро у него он обанкротится, и вроде как обанкротился, ему не дают кредит возобновить, вот, а у мамы какая-то проблема с прошлым, да, вот она не очень хочет свое прошлое пересмотреть, вот, это коротненькое время, что она готовится к операции, но все эти проблемы разрешаются, всё оказывается хорошо. Чем-то этот фильм напоминает, он, конечно, так сказать, сделан для того же самого, для чего и сделан был фильм «Мама прилипала», но как там вот и следы штампов в «Маме прилипали», тоже штампы, хорошие штампы, но они хорошо вот приложили следа, вот не очень, не очень следы бросаются в глаза, а здесь уж они как-то больно сильно бросаются в глаза, ну, в этом плане фильм уступает ему, да. Кстати говоря, перед этим фильмом шел фильм, который назывался «Дональд плакал», тоже, в принципе, сюжет очень похожий, человек возвращается в город своей молодости, своего детства, под каким-то тоже таким делам, связанным с принятием наследства, что ли. Я его не смотрел, его дочь смотрела. Но вот, по всей видимости, вот два фильма «Мама прилипала» и «Дональд плакал», на самом деле, на данный момент самый лучший из показанных. Да, и, кстати, что мне всегда, так сказать, трогает в негативном плане, вот это вот одноэтажность, одноэтажная Америка, маленькие городишки, культурная глушь, скажем так, американская, все друг друга знают, ну, я не знаю, мне вот Москва нравится, большой город, может быть, Нью-Йорк понравился, или Париж, я там не знаю, я там не был, да, вот, не знаю, как у них, может, там у них и собака друг человека, а у нас управдом друг человека. Я вот сейчас из подвала пришел, пытаюсь наладить отопление в доме, да, вот, видите, какая вот жизнь тяжелая. Ладно, так что еще-то? Последний фильм, который я 23 числа, то есть вчера посмотрел, «Зеленая комната», ой, это бывает, знаете, такой герметичный психологический детектив, да, когда все в одном помещении, в замке, в доме, не могут выбраться, снежные заносы, да, знаете, узнаете, да, такой типичный, такой британский сюжет, а это вот герметичный психологический хоррор, или хоррор, куда ударение ставить, не знаю, слово новое, вот, ну, такие вообще фильмы есть, герметичные, вы знаете, там, пила, еще чего-нибудь, когда все в замкнутом, в замкнутом пространстве находятся, то есть, в принципе, это не новость, но сюжеты присутствуют, в исполнителе присутствуют, значит, такие люди, как, например, Антон Ельчин, не посмотреть нельзя, поэтому, да, там есть еще, правда, за пределами этой зеленой комнаты, злой персонаж, тот, кто играл профессора Ксавьера из «Людей Икс», из первых людей, «Людей Икс», из тех серий, где он старый и лысый, вот это он там играет, значит, главного злодея, да вот, ну, еще там есть такая звезда, в общем-то говоря, молодая звезда, Эмоджен Пуц, не знаю, правильно ли я произнес, пусть меня простят, знатоки английского языка, в этом фильме там режут, рубят, там, значит, видны раны персонажей, собаки грузут, людей рвут на части, это вот там всякие такие ошеломляющие, патологоанатомические подробности, и вот тут смотришь, но это невольно думаешь, что Ельчин, как бы не накликал он на себя ту беду, что с ним случилось, он же погиб этим летом, вот такая вот история, вот я этот фильм посмотрел, сегодня собираюсь еще пойти еще два фильма посмотреть, ну вот постараюсь вам рассказать, ну, понимаете, это такая доверительная беседа, вот что я был, что я делал, кто-то расскажет, что он съел, я вам тоже мог рассказать, что я съел, но боюсь, что это не так интересно, на самом деле, как рассказ про кино, далеко не все эти фильмы будут в прокате, вот в чем проблема, далеко не на все эти фильмы даже есть материалы в интернете, не на все есть, ну, пока, всех вам благ, Удачи!